Обратная сторона югорского лета. Нягонцев атакуют комары. Специалисты проводят в городе лаврицидную обработку и устанавливают специальные ловушки, которые могут отпугивать и даже уничтожать насекомых. Подробности в сюжете моих коллег. Лето только началось, а в Нягоне уже обработали около 150 гектаров земли от гнуса. Дезинфекция охватила городские парки и скверы, территории детских садов и школ, а также прибрежные зоны. Однако, несмотря на труды коммунальщиков, комары продолжают докучать нягоньцам. Народные средства мази и спреи не помогают. Мне они спасают максимум на час, и то они просто будут подальше отлетать. В этом году больше, чем в прошлом. Значительно даже. Чем спасаетесь от комаров? Ну, ребенка вот этим ванилином с кремом, ну и сами. В городе много, в парке мало, вообще не было. Поэтому в борьбу с кровососущими вступают инженерные решения. Например, в Центральном лесу культуры и отдыха уже месяц работают специальные умные ловушки. Эти приспособления работают с помощью пропана. Он сжигается и имитирует тепло человека, что приманивает насекомых вместо гибели. Кроме того, администрация парка продолжает искать новые способы преодоления нашествия. По практике мы убедились, что ловушки работают. Но вопрос в том, что, видимо, их недостаточно. Конечно. Кроме того, мы решили сейчас рассмотреть вопрос закупки не уничтожителей комаров, а отпугивателей. Сейчас ищем варианты ультразвуковых ловушек, которые планируем поставить на амфитеатре. Вот где у нас лесная гостиная, где у нас сцена стоит. О масштабном нашествии гнуса югорчан предупреждали еще в мае. Теплая и снежная зима, а затем весна, которая также оказалась теплее, чем обычно. А это благоприятные условия для активного размножения насекомых. Поэтому санитарные мероприятия будут продолжаться до конца лета. Алена Поставалова, телерадиокомпания «Югра» при поддержке Нягоньского телеканала.